Данил Коплик Приехали мы раньше в Таиланд, чтобы пройти акклиматизацию и поехали в Паттай. Там мы были две недели, тренировались в тайском клубе. У меня было три боя. Первый бой был с бойцом из Интии. В первом раунде я нокаутировал его. А второй бой был с бойцом из Турции. Я его тоже нокаутировал во втором раунде. И третий бой был с бойцом из Израиля. Он, получается, был чемпионом мира прошлого года, 2017-го. И все три раунда я выиграл. Когда закончился бой и я понял, что я выиграл, была большая радость, гордость за себя. В 12 лет Данил начал тренироваться в родной школе. А вскоре парень перешел в спортивный клуб «Боряк» Краснодара. За плечами у Данила уже более 40 турниров в разных городах России и мира. В этом году на первенстве страны он получил звание кандидата в мастера спорта. Прошел я на тайский бокс вместе с другом. Он меня просто позвал и начал тренироваться. А мои первые соревнования проходили в Краснодаре. Так совпало, что я боксировал с напарником с одного зала. Но страха почти не было. Бой я проиграл. Тогда я не расстроился и понял, что нужно стремиться, чтобы достичь результатов. Особые слова благодарности у чемпиона мира своим родителям, которые, несмотря на страх такого травматичного вида спорта, всегда рядом. Хочу поблагодарить своих родителей за то, что возили меня на тренировки, ждали меня, давали поддержку. В первое время папа со мной ездил на тренировки в город, возил меня, ждал меня. Так что спасибо ему большое за это. Мама Даниила Ирина Алексеевна признается, что сначала была против такого выбора сына. Но сейчас от гордости испытывает непередаваемые эмоции. Выбор сына заниматься тайским боксом был, конечно, не моим выбором. Сразу в школе у него стало получаться, буквально с небольшими результатами, небольшим временем. Я была противницей, когда узнала об этом. Тренер приехал домой со школы, попросил, что не мешает, что ребенка получается. Ну и когда уже вижу, что его приняли в Краснодар, что результаты есть, папа ездит на собрание, провожает его, приезжает всегда. Радовался, делился со мной радостью, что тренера выхвалит, ставит пример ребятам, которые уже давно занимаются. Ну, конечно же, стала поддерживать. Но был все время присутствовал очень большой страх. Когда ребенок поехал на мир, я, конечно, была обращена к тому, чтобы, главное, без травм. Уже не ждала таких побед. Для меня, как матери, главное, чтобы все было без травм. Ну и когда уже это произошло, это чудо, как говорится, эйфория, конечно. И, конечно, для родителей. Главное, чтобы Даниил вырос не просто успешным спортсменом, а в первую очередь достойным человеком. Хотелось бы, чтобы сын был вырос в первую очередь достойным мужчиной, внимательным, порядочным человеком всех отношений. А потом уже, ну а когда это все, как говорится, будет, то, я думаю, у него голова на плечах есть, он продолжит или в дальнейшем. Ну, по-любому будет учиться. Или это будет вуз, или это вуз спортивный. Ну, образование обязательно надо высшее получать. Ну, мы, как родители, обязательно будем поддерживать во всех начинаниях сына, во всех соревнованиях, потому что мы, как бы, его тыл, и мы должны держать, вот это, чтобы он был за нас спокойным, чтобы все хорошо, и мы его полностью везде поддержим. Сейчас Даниил Коплик занимается пять раз в неделю. Совмещать учебу и тренировки нелегко, но он старается и стремиться к успеху во всех направлениях. Так что пожелаем Даниилу и впредь прославлять родной поселок и край. Ведь у тайского бокса большое количество поклонников по всему миру. Это очень зрелищный вид спорта. И сегодня именно поклонниками предпринимаются шаги для признания его олимпийским видом спорта. Как мы уже сообщали, 9 сентября из-за сильного дождя частично подтопило села Шабановское и Тхамаха. По официальным данным районного отдела ГОИЧС, в результате наводнения в селе Шабановском подтоплены 43 придомовые территории. Из них в 29 домов зашла вода. В селе Тхамаха пострадали два дома и шесть придомовых территорий. Вода она ушла сама. Она быстро пришла и быстро ушла. Но беды наделала. Вся речка бежала, бурлила. И сразу в комнату, в коридор. Из коридора смотрю в кухню туда. И пока я сюда дошла, тут полно уже в этом зале. Для ликвидации бедствия руководством района были оперативно приняты все необходимые меры. Всеми работниками руководил глава Северского района Адам Джарим. Организовано обеспечение населения питьевой бутылированной водой, продуктами питания и промышленными товарами. Была задействована комиссия из 10 групп в составе 30 человек для составления актов обследования домов и пострадавшего имущества первой необходимости. В первые же дни было предоставлено 20 кроватей, одеял, подушек, 16 комплектов постельного белья. Ну, кровать привезли вчера, привезли подушку, одеяло. Ребята приехали сегодня, собрали. Помогли мусор какой-какой тут повыкидать. Для оказания помощи в проведении работ по очистке и вывозу мусора из подтопленных домовладений и придомовых участков главы поселения направили волонтеров. Приехали люди, конечно, волонтеры помогли все поубирать, почистить. Спасибо большое, как говорится, администрация посодействовала. Спасибо им, хоть пришли немножко, помогли. Не немножко, а прям хорошо. Оперативно проведена откачка воды из колодцев и их обеззараживание от возможных инфекций, организована вакцинация жителей сел. Приняли участие в оказании помощи и казаки района. Всего в ликвидации последствий наводнения было задействовано 11 единиц техники и около 100 человек. Аграрным предприятиям возместят затраты на топливо. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил соответствующее обращение в правительство страны. На компенсацию затрат из федерального бюджета выделено 219 миллионов рублей. Помимо этого 69 миллионов рублей добавили из регионального бюджета. Сельхозпроизводителям компенсируют часть понесенных затрат на приобретение дизельного топлива, использованного при проведении сельхозработ на зерновых, зернобобовых и кормовых культурах в первом полугодии 2018 года. Как отметили в крае, такая поддержка регионам оказывается впервые. Для получения субсидий аграриям необходимо предоставить стандартный пакет документов Краевой Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе справки о наличии посевных площадей, об отсутствии задолженности по налогам и заработной плате. В Краснодарском крае учредят День работников животноводства. Новый профессиональный праздник планируется отмечать в третью субботу февраля. Как отметил инициатор праздника заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробко, животноводство в нашем регионе – одно из приоритетных отраслей и целесообразно будет установить отдельный краевой праздник, посвященный работникам этого направления. Это будет способствовать развитию здоровой конкуренции среди сельхозпроизводителей, признанию их высокой репутации и значимого вклада хозяйств в региональный агропромышленный комплекс. Знаковые японские автомобили представили в музее Петерсона в Лос-Анджелесе. Выставка делится на две экспозиции. Одна рассказывает, как совершенствовалось мастерство японских производителей. Вторая посвящена влиянию американского рынка на автомобилестроение страны восходящего солнца. «Все началось в 1917 году, когда первый японский серийный автомобиль сошёл с конвейера. С тех пор они становятся всё более западными. Японцы обратили внимание на Запад и хотели подражать его методам производства, стилю и тому подобному». Среди экспонатов – копия автомобиля Toyota AA 1936 года. Единственная сохранившаяся оригинальная машина этой модели находится в Гаагском музее. Ещё один редкий экспонат – Toyota 2000 GT, выпущенная в 1967-м. Она стала первым японским спорткаром. А эту трёхколёсную малютку – Фудзи Кейбин с кузовом Монококом впервые представили на токийском автосалоне в 1955 году. Гоночный автомобиль Nissan R382 построили в 1969-м для участия в Гран-при Японии. Здесь также можно увидеть автомобили компаний Suzuki, Mitsubishi, Mazda, Honda и других производителей. «Генри Форд, возможно, изобрёл сборочный конвейер. Но именно японцы усовершенствовали методы сборки. Они сделали её оперативной, что позволяло производству быть эффективным». Ещё одно достижение японцев – это идея украшать грузовики. Такое хобби водителей дальнобойщиков называется «декатора». Ну а легковые японские автомобили долгие годы не блистали дизайном и считались транспортом, который просто возит. Всё изменилось в конце 80-х, когда компании запустили производство люксовых автомобилей. У Toyota появился бренд Lexus, у Nissan Infiniti, а Honda стала выпускать Acura. Теперь американский рынок для японских автомобилестроителей номер два по величине после Китая. Ну а доминируют в США машины марки Toyota. Выставка японских автомобилей в музее Петерсона продлится до середины апреля. Завтра будет определять будущее Краснодарского края. Условия. Гражданство Российской Федерации. Высшее образование. И соответствующий стаж работы. Участие бесплатное. Финалисты конкурса получат. Возможность принять участие в управленческих образовательных программах. Стажировку в государственных организациях и ведущих компаниях Кубани. Персональный консалтинг от лидера бизнеса или госуправления. Комплексную оценку личных управленческих компетенций. Знания от успешных управленцев Юга России. Приглашение в резерв управленческих кадров Краснодарского края. Подробности на сайте liderakubani.rf. Хэштег «Лидеры Кубани». Редактор субтитров А.Семкин